Вы как человек, который уже на свободе, который уже здесь и можете лично говорить об этом. Какие посылы вы считаете действенными для того, чтобы донести до международного сообщества об увеличении давления на Путина, на его агрессивную политику в вопросе освобождения наших людей? Вы знаете, главное донести информацию о том, что делает Украина непосредственно на украинских территориях. Чтобы победить вот это желание некоторых европейских стран не замечать той жестокости, той откровенного беззакония, которое Российская Федерация на украинских территориях осуществляет, этот массив информации он должен значительно перевесить. Для нас, украинцев, достаточно даже единичных случаев зафиксировать, и даже одной жертвы будет уже достаточно. Но мы же знаем, что это даже не сотни, это тысячи людей, которые пострадали от войны, каждый день гибнут. Я не знаю, как с этим можно мириться. И самое главное, чтобы об этом все знали, как оказалось, и для меня это была определенная новость, что мы даже в Киеве вынуждены с Азов объяснять, что происходит в оккупированном Крыму. Кто такие политзаключенные, сколько их, какие их имена и за что их сажают. То же самое в Европе, в отношении в Украине. Нужно не останавливаясь доносить эту информацию. Это так работает сегодня. И мы видим, когда наши делегации, наши мероприятия, они работают в правильном ключе, то мы видим эффект. Мы видим, как минимум, принятие каких-то документов, реакции, прямые обращения. И мы видим освобожденных людей. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. Даже когда кто-то разочарован, я думаю, что иного, к сожалению, дипломатического, политического механизма на данный момент не имеют. Хотя мы понимаем, что главная и первейшая роль здесь у вооруженных сил Украины. И помощь нашим воинам – это первая задача. Потому что Путин и его команда не оставляют нам другого пути, как военным путем освобождать наши территории и наших людей. Почему крымские татары? Почему Путин повторяет сталинские сценарии после Второй мировой войны? Во-первых, потому что нынешняя российская власть вообще живет в парадигме сталинских времен. Аналоги просто одна на другой. Их очень много. И вот отношение, кстати, к заключенным в тюрьме, военнопленным, уничтожение, расстрелы. Хотите Катынь вспоминать, хотите ГУЛАГи вспоминать. Все, что угодно. И в политическом вообще вот таком ключе абсолютные как бы аналогии. И, видимо, они сами себя загнали вот в такую ситуацию и по-другому мыслить не могут. Почему крымские татары? Ответ очевиден, Олег. Потому что крымские татары это в 2014 году, наверное, единственные, кто абсолютно консолидированно выступили против оккупации. И Крыма как своей родной территории, и Крыма как части Украины. Вы помните эти кадры, когда с украинскими флагами мы все скандировали в Симферополе, что мы за Украину, за ее территориальную целостность. Да, и это банальная месть и желание подавить эту позицию, эту просто от сердца идущую позицию, которую крымские татары имеют до сих пор, несмотря на 11 лет оккупации.